23 апреля в торговом центре Рубин собралось более 70 предпринимателей. Люди хотели попасть в арендуемое помещение по возможности вывести свое имущество в связи с приостановкой работы. Но удалось это сделать не всем. На месте возникла конфликтная ситуация с представителями арендодателя. Там побывала наш корреспондент Ирина Чкунова. С арендаторами мы условились о встрече заранее на 11 часов утра. Но те, сломив сопротивление охраны, прошли внутрь намного раньше. Я прошла в арендованное мое помещение. Мое помещение было перевязано черной ленточкой. Нас туда не пускали. Но мы это предусматривали. Мы взяли инструмент. Да, пускали свое помещение. Потому что в этом помещении находятся мои вещи, мое имущество, мои документы и деньги в конечном итоге. На сегодняшний день мы не можем никак договориться с ТРЦ Рубин. ТРЦ Рубин сейчас нас загоняет в кабалу, с которой никто не выберется. Мы просто все загнемся. И рабочие места люди потеряют. И мы все останемся без работы. И мы все дружно пойдем на биржу. Кабалой предприниматели называют требование руководства торгового центра Рубин оплатить арендную плату за нерабочий апрель. Когда губернатор Тверской области подписал постановление о запретительных мероприятиях, то есть мы официально во исполнение закона прекратили свою деятельность, приостановили. И, соответственно, никто не работал, но никто нас от уплаты арендной платы вообще не освобождал. Предприниматели создали объединение арендаторов, куда вошло более 70 человек. Понимая, что торговый центр несет убытки, арендаторы не отказались полностью от оплаты аренды. Собирались хотя бы что-то платить даже за нерабочее время. Но по мере возможности и сил было составлено коллективное письмо на имя руководства. Пытались выйти на диалог, ходили к коллективам, к генеральному директору, но мы не были услышаны. Платежи просто огромные и подавляющее большинство предпринимателей просто заплатить не может. Поэтому возникают вот такие ситуации, когда люди просто уже начинают, видите, сбегать. Предприниматели говорят, если руководство не пойдет на уступки, опустеет более 85% торгового центра. Мы стоим, мы не зарабатываем, деньги нам никто не несет. Почему мы должны платить полную аренду? Желание покинуть стены рубина оказалось не так-то просто воплотить в жизнь. Вывести товар не дает охрана. Так случилось, что мне товар не дали вывести. Испортилось продукты, портятся. Вчера попробовали через полицию, но ничего у нас не получилось. Полиция тоже не смогла нам помочь. Они встали, охранники говорят, нет, нет распоряжения, не можем вывести. Там портится очень много продуктов. Я несу колоссальные убитки. Я хочу вам сказать, что являюсь инвалидом. Вообще работаю. Это какой-то ужас просто. Мы просим просто отдать нам наше имущество. Действительно, по закону, на которое мы имеем право. А дальше мы будем обращаться, конечно, в суды. Кстати, саму охрану мы сегодня в торговом центре не встретили. Заметив нашу камеру, охранники предпочли отойти в сторону. Некоторым предпринимателям, опять же, под прицелом камеры, удалось вынести часть товара. Сейчас не препятствовали вывозу товара? Все нормально, да? Пока нормально. Лена Бардыко вчера не могла вывезти товар. Она во втором рубине находится. После того, как она заплатила аренду за апрель, что она не собиралась сделать, она сейчас получила возможность вывозить. Но она сейчас находится во втором рубине и может подробно свою историю рассказать. То есть, таким образом вымогают деньги? Вымогательством получается, да. Они нас принуждали, в то время как везде запрет на работу, они нас вынуждают работать. Это просто принуждение. Вместе с толпой арендаторов идем навстречу с руководством. СМИ пройдут всем. Нет. Да. Подождите, секунду. СМИ пройдут всем. Это частная территория. Причем-то частная территория. Это касается общества, всего города. Я вас прошу, выделите одного человека, кто будет разговаривать. Генеральным директором. Офис не работает сейчас. На встречу с генеральным директором Денисом Коноплянко удалось прорваться трем предпринимателям. Всем арендаторам до одного были написаны письма о том, что на сегодняшний день, во-первых, от даты оплаты была 5 апреля. В связи с сложившейся ситуацией, непонятной ситуацией, которая сейчас сложилась, было принято решение. То есть мы написали о том, что в связи с такой-то ситуацией просим провести переговоры, договориться о новых условиях работы по апрелю месяца. Договориться об условиях оплаты аренды, ну и, соответственно, произвести ее оплату. Кто-то из арендаторов вышел на переговоры, с ним были проведены переговоры, договорились о каких-то приемлемых взаимных условиях, подписаны доп. соглашения, и арендаторы оплатили аренду. Кто-то не выходит на переговорные процессы после этих писем, что, в принципе, мы на сегодняшний день каким-то образом составить их не можем. Если арендатор захочет вывезти товар. То, что касается вывоза ленивого товара, то есть у нас со всеми арендаторами подписаны договора. И, соответственно, в договорах прописаны пункты о том, что в случае не оплаты арендной платы, соответственно, есть ограничения по пользованию помещения. В процессе разговора с гендиректором нам позвонили и сказали, в торговый центр приехали сотрудники полиции. Бежим туда. Действительно, с арендаторами ведут диалог полицейские. Приехали в составе следственно-оперативной группы. Сказали, пообщаются с каждым. Возьмут объяснение. Все заинтересованные действуют в правовом поле. И мы понимаем, что сейчас государство в этом нам поддержку не оказывает. И мы к этому были готовы. И переговоры – это лучший способ решения вопроса. Когда материал готовился к эфиру, нам позвонили предприниматели и сказали, что сразу после нашего отъезда к ним вновь вышла охрана и перекрыла доступ в торговое помещение. У вас нет задолженности? Да нет у нас задолженности. Задолженности все решаются в суде. Задолженности решаются в суде. А право зайти в помещение и забрать товар? Вы договор подписывали? Договор, конечно, подписывали. Смотрите, в соответствии с договором, чтобы зайти в помещение предупреждения, договоры с его выставать. Ради бога в арендное дело. Подобные истории в нынешней экономической ситуации уже не редкость. И, конечно, в каждой из них нужно разбираться индивидуально. Ведь не секрет, что порой и сами арендаторы, пользуясь сложным моментом, пренебрегают выполнением договорных отношений, съезжают из торговых центров и магазинов, не рассчитавшись с арендодателем. И это тоже неприемлемо. Эти конфликты показывают, что, видимо, современные реалии требуют принятия новых законодательных норм для урегулирования подобных коллизий. Мы обязательно проследим за дальнейшим развитием событий. А пока мы готовили репортаж к выпуску, получили официальный ответ от властей. Ситуация в ТЦ Рубин, где из-за стоимости аренды возник конфликт между арендодателем ООО «Ритм-2000» и рядом арендаторов, находятся на контроле Министерства экономического развития Тверской области. В ближайшие дни запланирована встреча с руководством «Ритм-2000». Поскольку подобные вопросы поступают на горячую линию центра «Мой бизнес» от других предпринимателей, Министерство экономического развития в настоящее время разрабатывает механизм поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся торговлей. В центре «Мой бизнес» продолжает работать горячая линия 8 800 211 69, на которую представители малого и среднего бизнеса могут обратиться с предложениями по необходимой поддержке в сложившейся эпидемиологической ситуации.